Возвращаемся в программу Час Ивана Денисова. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. И давайте, наверное, примем звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло. Да, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот наш генпрокурор сообщил о том, что связи команды Трампа с Россией не было. Но, вместе с тем, вмешательство России в предвыборную кампанию было. И то же самое сказал наш госсекретарь Пампео о том, что аж с 1974 года идут эти предвыборные вмешательства России в предвыборную кампанию тех или иных лет. Я так подозреваю, что они, русские, в смысле, помогали демократам. А как вы считаете? Да, ну, эта история известна. На самом деле, первая попытка участия в выборах, это вообще год 1968, когда Советская Коммунистическая партия, ЦК, КПСС и все, кто там угодно, пытались помочь Хьюберту Хамфри, кандидату от демократов, потому что Никсона боялись. Ну, и потом были случаи, тоже мы о них говорили, когда, например, в 83-м или 84-м, ну, где-то так, Тед Кеннеди переписывался с Андроповым, пытаясь получить его помощь и избавиться от Рейгана. Так что здесь история довольно-таки унылая, и преимущественно, да, она в сторону демократов. Так что я-то не раз говорил, что нельзя путать три момента. Это вмешательство, результат этого вмешательства и участие Трампа. Вмешательство, да, было. Результатов оно не дало, по моему убеждению, и никаких доказательств нет, что оно дало. Трамп, как мы теперь видим, невиновен. Но вмешательство, и не надо эти три понятия путать. Тем не менее, за вмешательство, да, конечно же, российские власти должны отвечать, потому что делать этого не надо было, и себе навредили, и стране нашей, и отношениям с Соединенными Штатами. За такое, да, отвечать нужно. Давайте прием еще звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, я бы хотела еще на эту тему сказать. Что вы знаете, вот демократы, они как бы сами создают кризисы, сами создают скандалы эти целенаправленно, и сами же определяют, какая повестка дня должна быть. То есть в данном случае они говорят, что Россия вмешивалась, а Китай не вмешивался. Китай тоже вмешивался. Больше того, я читала, что и даже Германия вмешивалась в наши выборы. Ну, в смысле, вмешивалась, так же совершенно действовала, как и Россия. И так же, кстати сказать, наша страна вмешалась. То есть Трюдо поставил Обама, на самом деле, потому что он послал своих политтехнологов, поэтому Трюдо выиграл в Канаде. И он пытался в Израиле там тоже руководить этим. То есть они в данном случае просто нацелились на Россию для того, чтобы в свое время закопать нашего президента. И продолжают эту тематику. И внушают так, что народ, многие понимают так, что раз Россия вмешивалась, то значит и это следствие было над попыткой импичмента нашего Трампа, и все это расследование, было как результат этого вмешательства. А это не имеет совершенно никакой связи, как вы сейчас и сказали. Но вы знаете, у меня еще вопрос есть, помимо вот этого. Если можно, конечно. Вы знаете, я уписываю замечательную газету, независимую газету, называется The Epoch Times. И вот в апреле еще месяце я прочитала о том, что демократическая партия ведет себя практически как масиозные организации. То есть вот они, с одной стороны, осуждают Коха, что у него грязные деньги и он помогает республиканцам. А на самом деле грязные деньги и в огромном объеме у этих демократов. В апреле вот вышел такой репорт non-profit организации Capital Research Center. Это группа о том, что группа из четырех тоже non-profit организации оперировалась, была под зонтиком Arabella Advisors LLC. И она, только эта группа, собрала 600 миллионов. И эти 600 миллионов были потрачены на рекламу, в общем, на поддержку... Окей, Мария, у вас был вопрос к вам. ...которая ведет эту демократическую партию с целью свержения нашего президента и разрушения этой нашей страны. Если вы что-нибудь знаете, расскажите, пожалуйста. Там статья была замечательная и очень как бы тоже разоблачающая. Спасибо большое. Спасибо. Но я думаю, я, к сожалению, не читал. Я поищу, так как я знаю издание, о котором вы говорите, оно действительно интересно. Но, по-моему, вы и так все рассказали. Да. Друзья мои, у меня к вам огромная просьба. Если уж у вас появляется возможность, давайте не устраивать речь. Хотя то, что вы говорите, безусловно, очень важно. Но у нас как бы есть авторская программа и какая-то информация, которую бы Иван хотел с вами поделиться. Поэтому давайте так немного сокращать свои вопросы. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Иван, будьте добры. Прокомментируйте, пожалуйста, тот факт, что Трамп позвонил Путину. Продавляя свой вопрос, я хочу сказать, что я горячий поклонник вашей радиостанции и Путина в том числе на 100%. Но все-таки меня этот факт очень удивил. А то, как потом Трамп прокомментировал результаты разговора и прокомментировал высказывания Путина, у меня прям невольно вызвало еще в памяти его пресс-конференцию достопамятную эфир. Понятно. Если вы помните. Да, спасибо. Но мне как-то несколько странно, что вы поклонник нашей передачи одновременно Путина, но я буду считать, что вы пошутили. Что касается звонка, то вне зависимости от моего отношения к Путину и к Трампу, я считаю, что президент может звонить вообще-то кому хочет. В конце концов, он определяет внешнюю политику. Мне это, да, это не очень по душе, потому что второе мое утверждение, вы знаете, я часто это повторяю, любой шаг в сторону авторитарного режима – это плюс для авторитарного режима. Я прекрасно понимаю, что Трамп захочет нужных отношений с нашей страной, но, к сожалению, тут ничего у него не получится, потому что Вернон Уолтерс говорил про Никсона, что нельзя пытаться использовать коммунистов, они вас используют в конце концов. Путин, кем бы он себя не называл, коммунист и гибист, поэтому с ним такие игры не пройдут. И вот опять, то, что вообще в Трампе мне не нравится, когда он начинает говорить, что вот Путин, запятая, там, принт Салман, там, этот Ким кто-то еще мне сказал, и я им верю. Ну, Трамп это не красит ни с какой стороны. Поэтому, если это как дипломатический ход, что он изображает доброго полицейского Помпео в это время злого, если мы говорим в Венесуэле, ну, ладно, я скрипя сердце это допускаю. Вы знаете, вы у меня сорвали с языка, я как раз хотел вставить свои две копейки в ваш ответ. Да, тогда, пожалуйста. Ну, еще раз, сам по себе, мне диалог не по душе, но Трамп имеет полное право звонить, кому ему захочется, и если принцип, тогда это был, кстати, Никсон и Киссинджер, Никсон жесткий, Киссинджер мягче. Если они с Помпео это сыграют с Путиным, замечательно. Вы посмотрите, вот, скажем, три такие болевые точки. Россия, Корея, Китай. И во всех абсолютно выступлениях Трампа он как бы положительно отзывается о лидерах, пытается наладить личные отношения. При этом Министерство иностранных дел и другие, так сказать, агентства давят и на Россию, и на Северную Корею, и на Китай. Довольно жесткие переговоры ведутся. То есть принципиально отличается от политики, когда, скажем, президент Обама выходил и говорил, ты мне, Володь, прекрати там, или еще кому-то, прекрати. А реальная политика заключалась в том, что очень мягкая. Понимаете? То есть говорили какие-то, выходил на трибуну человек, говорил какие-то слова твердые такие, жесткие. А реальная политика была совершенно иная. То, что происходит с Трампом, он, выступая, все время дает какие-то, подкидывает сладкие конфеты диктаторам, но в то же время, скажем, люди, что называется, на земле, которые занимаются переговорами, они ведут довольно жесткую политику в отношении этих стран. Вот мне кажется, такой паттерн... Если что, я вас быстро добавлю, перебью, я, может, не самый большой поклонник Теодора Рузвельта, но он был человеком незаурядным. Так вот, Трамп, это, на самом деле, идеальная иллюстрация старого замечания Рузвельта. Speak softly, but take a big stick. По-моему, как-то так оно... Мне, во всяком случае, кажется. Я не претендую на истину в последней инстанции, но у меня создается такое впечатление. Да, и более того, заметьте, что если при Обаме Путин такой был все-таки величиной, то сейчас он, на самом деле, воспринимается как какой-то царек где-то там, на задворках. Ну что, примем звонки. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Вас беспокоит Александр Ашкелон, Израиль. Здравствуйте, Александр. Как у вас дела в Ашкелоне? Уже тихо. Это хорошо. Два дня нам, конечно, пришлось немножко побегать в сумбоубежище и послушать. Особенно в ночь, в субботу, в воскресенье, когда почти всю ночь они обстреливали Ашкелон. Видели, как наши железные куполы сбивают эти ракеты. Кстати, я работаю на заводе, где выпускают радары для этих железных куполов. Так что это наша, наша тоже, гордость наша. Сейчас это гордость всего цивилизованного мира на самом деле. Да, Иван, очень спасибо за вашу передачу. У меня к вам такая просьба. У нас же скоро 9 мая, у нас же день независимости Израиля. Я бывший историк в Советском Союзе. Я учился на пединституте, на историческом скультете. И думал, что история Советского Союза, ну, как бы, выдумана от начала до конца, по большому счету. И здесь я тоже наткнулся в Израиль, что, оказывается, тоже история переписана под определенных людей. Особенно мне интересует такой вопрос. Почему США было против возникновения Израиля? Я слышал две версии. Первая версия, что Госдепартамент был против и прочее. И что существовала большая группа евреев, которые были антисионистами во главе с редактором, с хозяином Нью-Йорк Таймс, например. И что благодаря только, ну, сионистам удалось это пробить. Меня интересует. Я слышал такую версию, что боялись, что Бен-Гурион это агент вообще Сталина. Вот если бы вы прокопались и посмотрели бы как, потому что я понимаю, действительно, Бен-Гурион сам признавался, что для него примером являлся Сталин. И то, что он переориентировался потом все-таки на Запад, я думаю, что это процессы антифашистского комитета и расстрелы, ну, процессы в Чехословакии и прочее, видно, его повернули от Сталина. Вот я хотел, чтобы вы как-то, знаете, в какой-то передаче рассмотрели. Ну, это, наверное, Ивану нужно будет доступ к каким-то архивам. Спасибо, Александр. Нет, это наша тема действительно интересная. Я, правда, к сожалению, не столько с израильской стороны ее буду рассматривать, сколько все же с американской. Потому что, да, я могу, ну, не целую, наверное, передачу, как обычно мы сегмент этому посвятим. Но про баталии вокруг признания Израиля в Госдепартаменте вокруг Трумэна и Рузвельта в следующий раз расскажу, обязательно договорились. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Знаете, то, что делает Крам, я думаю, что это у него, вы знаете, как он поступает как бизнесмен, не как политик, но он добивается того, что не добился бы никакой политик. Это по поводу его, что он разговаривает с Путиным и социальными лидерами, которые нам не очень нравятся. Что касается Америки, I'm proud to be American, но во время войны американцы отказались евреев спасти и отправили их в Германию, они все были сожжены. А теперь мы принимаем мусульманов, так что всем адрешны. Ясно. Ну, это не был вопрос, это была такая реплика. Давайте примем еще звонок. Добрый день. Добрый день. У меня такой вопрос к вам обоим, друзья. Как вы думаете, как бы отреагировала Россия, если бы на нее вылетело такое количество ракет, 400 раков, ну, с Грузии хотя бы, ну, или еще от кого-нибудь. И почему все наши вагиноголовые, их интересуют аборты, погоды, дожди, страну, можно сказать, таким количеством, пусть они низкого качества, но страну обстреляли ракетами. И ни у одной сволоки в голове, кроме абортов, больше никаких забот он нет. О чем это говорит, как вы считаете? Ну, это говорит об очень многом, но в основном это нецензурными словами можно высказать. Это я, к сожалению, говорю о вагиноголовых. Что касается первой части вашего вопроса, то я не говорю, хорошо это или плохо в данном случае, но если бы в сторону России полетели ракеты, как вы совершенно верно сказали, со стороны какой-то бывшей советской республики, то этой бывшей советской республики бы не было через несколько дней. Вот, собственно, и все. Так, но у нас еще есть звонки, я не знаю, или мы перейдем все-таки, поговорим о том, о сорокалетии современной... Я боюсь, мы все-таки не успеем, поэтому давайте, наверное, вот у нас еще в планах было на сегодня сорокалетие Тетчер и результаты британских выборов, но мы, наверное, попробуем тогда это объединить в какой-то единый блок в следующей передаче тогда, потому что, ну, за пять минут как-то про Тетчер... Понятно. Тогда давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Иван, насколько я понимаю, я слышала по ответам из Израиля, в Израиле отмечают победу над фашизмом 9 мая. У меня вопрос, почему весь цивилизованный нормальный мир 8-го, а Израиль идет по пути Советского Союза, отмечают 9-го? К сожалению, я не могу вам ответить. Я не настолько хорошо знаком с израильской политикой. Может, это... Спасибо большое за ваш звонок. Я могу только порассуждать на эту тему. Может, это продиктовано тем, что значительное количество людей из бывшего Советского Союза, и в том числе и были люди, которые принимали непосредственно участие в боевых действиях, или служили в армии. Может быть, это вот в какой-то степени отражает. Все-таки Израиль небольшая страна, мы сегодня выяснили. Там живет всего 9 с небольшим миллионов человек, из них там 7 миллионов 74 процента евреев, а в том числе и, наверное, какое-то количество бывших советских граждан, которые традиционно праздновали День Победы 9 мая. Не знаю, что так сложилось. Можно эту тему действительно дискутирую? Почему весь мир празднует 8-го, а Союз праздновал 9-го? Ну, это мое предположение. Я не знаю. Точно не могу дать на это ответ. Да, я вот, к сожалению, тоже не могу ничего сказать по этому вопросу. Добрый день, пожалуйста. Добрый день. У меня вопрос к Ивану. Скажите, пожалуйста, Иван, весь уважаемый цивилизованный мир отмечает День Победы 8 марта. Скажите, а как так получилось, что подписали 8-го, а в Советском Союзе отмечают 9-го? Я думаю, что это в связи со временем, да, с тем, что в Советском Союзе уже было 9-е мая, а в Киеве подписывали 8-го мая. Или весь цивилизованный мир не так празднует? Не могу понять. Благодарю. Да, но как-то мы ушли в ту тему, в которой я, увы, не могу себя назвать экспертом. Там, да, я поэтому даже не буду ничего говорить, чтобы себя не загнать в угол. Так что давайте я ничего не отвечу. Возможно, возможно, в этом кроется причина, почему, скажем, европейский Американ, Америка отмечает 8-го. Хотя, на самом деле, все наоборот. Советский Союз находился восточнее. А, ну, правильно, значит, в Советском Союзе уже было 9-е мая где-то в каком-то месте. А, скажем, в США еще было 8-е мая. Ну, в этом смысле, да. Тут у нас разница, мы вперед. Где-то 7 часов была бы разница, наверное. Ну, это предположение. Я действительно не знаю точной причины. Давайте послушаем. Может, наши радиослушатели знают причину лучше, чем мы. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я очень хорошо помню утро 9-го мая в Казахстане объявили победу. И меня утром. А в Европе было еще 8-е мая. Вот только отсюда идут эти разности. Я помню, приехавши в Америку, я очень удивилась тоже. Но у них еще было 8-е мая. Вот и все. Это все просто. Спасибо. Да, но ведь, да, объяснение оказалось самым простым, действительно. Разница во времени. 847-4005-200, телефон нашей студии. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Я недавно смотрела там украинские всякие новости. В общем, один деятель украинский находится в Австрии. И с ним, у него берут интервью и говорят, он отвечает, это очень удобное место, всего полтора часа лета. Как это может быть? Полтора часа лета и другое число. Ну, это просто невозможно. Это одно. А второе, я слышала, у нас на радио рассказывали, как Сталин заставил подписать капитуляцию второй раз. Но дело я не спросила, почему отмечают. Я спрашиваю, почему в Израиле так идут по этому пути. Спасибо большое. У нас, насколько я помню, с Европой два часа разница все-таки с большинством стран. И то и у России. По-моему, у той же Украины, кажется, один. Так что, да, мы увлеклись немного этой темой. Но опять я не буду углубляться, так как рискую опять же сказать что-нибудь не то. Давайте, привет, Владимир Владимирович. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло. Да, пожалуйста. Здесь совершенно простой вопрос был. Абсолютно. И дело не во времени. А дело в том, что когда Германия капитулировала, то комиссия американская и представители ее, вот, они сейчас собрались английской. И был только наш генерал. Не было верховных, там, Жукова, там, понимаете, всех. И когда он подписал, то Сталин это просто взбесило. Он решил, что надо заново писать. И поэтому он получился на следующий день. Вот это точно абсолютно. Вот еще какая версия интересная. Спасибо большое. Спасибо. Ну и еще одну версию. Добрый день. А приглушите радиоприемник, слушаем вас. Давайте в телефон, через посредством телефона пообщаемся. Алло. Да, да. Пожалуйста. Да, по-моему, товарищ уже отвечает. Была подписана два раза капитуляция. Один раз в рабочем порядке, а второй раз Сталин приказал подписать следующее число во главе, возглавлялся этот Жуков. Как бы главный был Советский Союз. Это описано во многих-многих местах. Всем известно. Спасибо большое. Спасибо. Ну и последний. У вас вопрос решит. Алло. Да, последний на сегодня звонок. Добрый день. Последний звонок. Извините, к сожалению, я не с вопросом, а с неким пояснением. Позвольте. Пожалуйста. Разница в датах. Алло. Пожалуйста, пожалуйста. Да, ну смотрите, значит, на самом деле капитуляция в Германии была подписана 6 мая во Франции, в Руане. И в том числе в присутствии советского представителя. Однако по требованию Сталина переподписание капитуляции состоялось потом под Берлином в Карл-Корсте. А были в 9 число. Потому что в это время еще советская армия заканчивала боевые операции под Прадой, преследуя дивизию СС, которая уходила в Австрию. И вот в этот момент, когда эти немцы под Прадой сдались, тогда советская армия официально перехватила боевые действия. Хотя еще война шла в Европе почти 2 месяца, на самом деле. Вот так что первая капитуляция была 6 мая во Франции, потом переподписание после окончания боевых действий. Спасибо большое. Все, к сожалению, времени больше не осталось. Иван, вам огромное спасибо и до встречи в следующий раз. Спасибо вам, до встречи.